здравствуйте это канал максимации и сегодня у нас будет такой вот немного необычный выпуск это телефон сименс cx 65 и сегодня он превратится в сименс м65 дело в том что у ст и 65 отказали кнопочки после одного падения единственный клавиш который работает это вот это и джойстик еще работает остальные все кнопки что-то не работают вот эта кнопка вообще все время глючила что-то не всегда можно было понять как правильно ее нажимать делать это надо было под каким-то специальным углом в общем неприятно было вообще цех 65 не самый-то настоящий цех 60 перед м65 в корпусе от цех 65 на они они просто совместимы то есть там платки вот эти все от м65 то есть просто нравится 5 я корпус сюда поставила цех 65 ну и там темы игры и звуки поставила цех 65 и в принципе получился цех 65 они в принципе ничем почти не отличаются от м65 друг от друга ну сломались кнопочки и поэтому сегодня будет такая вот процедура мы будем превращать его в м65 не опроса ничего другого не остается ладно давайте начнем разбирать у меня есть не есть обычный м65 серо-оранжевого цвета который у меня полностью рабочий вот он как вы видите работа все с ним в порядке но у меня есть еще один м65 это 65 черного цвета черной расцветкой у него одна единственная заглушка сах который сохранилась это вот когда телефон мне достался в руки у него было две заглушки вот эта заглушка и еще на зарядку но заглушку на зарядке наставил на сиденье как-то ее в пылесос сало машину чистили и все это и заглушки не было и колечко тоже не было так снимаем прокладку и занят задняя крышка на задней крышке еще не сохранилась резинка специальная уплотнительная я один раз магазин на там за покупкой другого телефона комиссионный магазин шел крышечку чтобы достать батарейку вот отсюда снял крышечку и вместе с резинкой конечно же и батарейку вставил а крышку забыл и ушел и и ушел к оставив крышку в этом магазине вот как я так мог вообще у меня была запасная крышка то есть здесь уже стоит запасная крышка но резинку пришлось взять отсюда и все теперь здесь нет резинки так что придется обойтись без неё здесь даже никаких болтов нет то есть просто корпус стоит держится и кое-как просто его снимаем никаких болтов здесь нет мы естественно мы прикрутим сюда болты так корпус откладываем резинку так кнопочки снимаем проклад накладку джойстика очень очень аккуратно вытаскиваем очень аккуратно ничего нельзя сломать джойст джойстиком нам еще кое-что сделать придется немножко подклеить пластилин чикой я пластилин чикой сюда подклеил чтобы джойстик хотя бы вниз вверх нажимался то он так испортился что его даже вверх вниз нажать было нельзя так корпус тоже откладываем ну и вот это вот резиночка резиночка у меня таких две я менять резинку не буду потому что 2 резинку у меня есть такая же белая она похуже по сравнению да мне нам этом из-за этом в школе из-за одного чувака улетел один так чувак даст приставал ко мне и там какие-то старшеклассники ваще бежали не смотрели по ходу куда бежали врезались меняет этот телефон улетел в стену и короче вот здесь резинка вот так вот вмятина такая на резинке образовалась так откладываем и вот это все откладываем здесь платка вот этот ой платка цик 65 м 65 отличается здесь вот кнопочки надо я нажму на каждую из них постараюсь ни в коем случае не повредить ну и вот это вот вот эту вот штучку надо еще снять на камеры потому что нации 65 ее нет так это сохраняем еду эти все части корпуса откладываем теперь теперь мы разбираемся x65 снимаем крышку болин и и не так просто снять потому что здесь пластилин крышка еле-еле держится тут и приходится пластилин сюда подкладывать отложим пластилину нам еще пригодится аккумулятор аккумулятор не родной но и sim-карты да сим-карта пусть на месте будет ее не нужно вытаскивать вот здесь вот отщелкиваем панель никакие отвертки не нужны чтобы панель отщелкнуть для снятия лицовой панели вот этот отсек используется но него польза честно говоря мало не так уж и много вот здесь удобнее отщелкивать наконец-то сняли так сейчас я сниму джойстик сняли джойстик джойстик я оставлю он пригодится мне еще и его вставлю в сименс c72 потому что джойстик там потерялся от него здесь болты прикручены их надо открутить подбираем отверточку и скручиваем все болты фух друзья короче это вообще через жопу все было этот открутил друг отвертку подобрал а вот с этим с верхним вообще попадать жестко пришлось из-за этого пришлось аж сломать эту штуку поломать немного вот видите но она нам блага не пригодится больше я надеюсь короче резьба у него была максимально испорчена у него резьба вся стерлась и он не выкручивался ничем я его я короче по покрутил туда-сюда этот корпус поломав его и поддел плоской отверткой и с трудом открутил ослабил и выкрутил ух короче все время их кто-то тоже крутит и они все время перед тем как продавать и потом все время тоже они и портятся резьба у них ладно ну благо мы открутили мы можем вытащить этот корпус и так ставим на него вот вот эту штучку с него судя у них вот эти вот места немного разные чего-то вот здесь почему-то я не знаю ну и теперь ставим все детали м-65 где платка вот так выглядит платка цик 65 у нее подсветка изначально не работала когда мне в руки достался сейчас что-то и кнопки не работают сами по себе так где платка от м-65 года на вот так от м-65 выглядит платка на так выглядит корпус вот этот железный так меня сейчас найду винтики другие так я нашел один винтик у него тоже резьба попорчена но он не настолько сильно как у того его можно будет закрутить ты какой раз сорян теперь ставим клавиатуру м-65 так я пластилины сюда немножко капану так теперь ставим кнопки насадку джойстика и насадку джойстика я даже попробую прижать посильнее чтобы держался нажимался все все как положено ставим теперь на этот корпус нет сначала ставим резинку резинка у нас здесь вот так вот она стоит теперь ставим корпус вот этот на корпус так почти готово осталось только прикрутить винты подбираем отверточку где так подбираем отверточку и закручиваем все ну в общем там где можно было там где можно было там закрутил ставим в общем то говоря аккумулятор также я какую-нибудь бумажку бы сюда в засуну вот есть тут меня не какая-нибудь какая-то бумажка мусор подложу ее сюда ну и поставлю крышечку сюда и ставлю крышку сюда благодаря бумажке будет более-менее держаться крышка вот это задняя ну и давайте включим включим проверим наш телефон включается сейчас я ничего там менять не стал но не мог потому что там кнопочки и нас просит время и дату поставить что я делать пока не буду просто пробежимся посмотрим работают ли кнопки и все такое конечно чувствуется что скрипит но потому что я не могу эти настроить не как винты из-за этого все скрипит ну крышка задней еще тут подскрипывает я с этим еще чуть я с этим разберусь как-нибудь попозже так звездочка решет решетка 06 решетка это чисто проверка подсветка работает цвета работают джойстик что самое главное работает я не все проверил ну ладно вибросигнал работает и камера тоже работает и все ну и в принципе все работает клавиши все работают ну и вот собственно получилось собрать у меня 775 из вот это вот что у нас было давайте для полной сферы поставим еще заглушку ну и вот такой вот короче ролик у нас получился всем спасибо что смотрели это видео с вас лайкос и подписаться с меня эпичные видосы я пока не пытался открутить винт поставил сюда джойстик все со своей косой подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на запасной канал и группу вконтакте всем пока и все и а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»